ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти За последние два года лихачей на российских дорогах стало больше в два с лишним раза Об этом заявил руководитель госавтоинспекции Михаил Черников Правда, он уточнил, речь идет не о реальном росте числа злостных нарушителей А о росте случаев фиксации нарушений, что связано с расширением группировки дорожных камер Всего по стране ГИБДД насчитал около 60 тысяч беспредельщиков за рулем ТРАССА СТО ОДИН Министерство образования и науки планирует внедрить в автошколах курс В рамках которого ученики узнают, как оформить ДТП без участия сотрудников ДПС И как пользоваться системой ЭРОГЛОНАСС Последний не коснется тех, кто желает получить права категории А Дополнительных бюджетных затрат, говорят в Минобре, данные новшества не потребуют А вот автошколам, по всей видимости, придется изыскать дополнительные часы И поднять плату за обучение ТРАССА СТО ОДИН Четыре тысячи километров дорог в 36 регионах страны Минтранс пообещал привести в нормативное состояние в нынешнем году На это будет потрачено 65 миллиардов рублей В более долгосрочной перспективе до 2025 года Ведомство планирует оборудовать в соответствии со всеми требованиями 50 тысяч километров федеральных и местных автотрасс Добавлю, что в недавнем отчете счетной палаты России говорилось о том Что многие миллиарды рублей, выделенные на ремонт дорог По тем или иным причинам не осваиваются Горьковский автозавод собрался выпускать газели с автоматической трансмиссией Этого сообщили на предприятии и хотят в первую очередь компании Которые занимаются пассажирскими перевозками Более того, уже сейчас идут испытания микроавтобуса газ, оснащенного автоматом Известно, что агрегат этот импортный Но у завода есть желание делать собственную АКП ТРАССА СТО ОДИН У самого покупаемого сейчас в России кроссовера Нового Хёндекрета может появиться спортивная версия Ее будут отличать другие колесные диски, оптика, более массивные бамперы и более мощные двигатели Сейчас паркетник оснащается бензиновыми агрегатами объемом 1,6 и 2 литра Мощностью 121 или 123 лошадиные силы и 150 лошадей соответственно Минимальная стоимость авто почти 790 тысяч рублей На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН